Готовишься, причащаешься и все обратно, то же самое. Почему? Потому что мы не храним это, мы не знаем, как вести духовную брань. Но если ты христианин православный, если у тебя висит крест, если ты крещеный, ты давал обеты вести брань. Этой книгой всякий человек, всякий человек, желающий спасения, научается, как побеждать невидимых врагов своих. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Всем доброго здравия духовного и телесного. Прошу молитвы. Продолжим изучать, делиться опытом. Невидимая брань. Никодим Святогорец оставил на основе опыта многих святых отцов. Добротолюбия очень много здесь. Цитат греческого, причем вариант. На последней литургии вот запали слова, что «Буде, Господи, Твоя милость на нас, якажи уповахом на Тя». Вот так подумал, а уповахом ли? Вот это упование полностью возложить на Господа, довериться воле Его, отсекая волю свою. И тогда «Буде» милость на нас. И это самая большая радость, которая единственная настоящая радость, которая только возможна. Потому что все остальное, чем мы пытаемся наполнить нашу жизнь слепым сердцем, мы без Господа пытаемся найти ее в чем угодно. Не обязательно в наркотиках, алкоголе, кто-то в спорте, кто-то в здоровье телесном, в деньгах, в богополучии, в семье, в тщеславии. Слава! Деньги. Все это доставляет нам радость, но не ту. Она в итоге рассеивается, как дым, и мы остаемся в пустоте. А пустота – это одно из имен Лукавого. А нам нужно наполнить, нужно мехи наши освежить, чтобы из ветхих сделать новыми, и тогда уже новое вино Божьей благодати вливать. «Помогай нам, Господь!» Глава 11, очень небольшая, казалось бы, наверное, успеем. «Некоторые напоминания, могущие подвигать волю нашу на желание всяким делом благоугождать Богу». Вот, некоторые напоминания, что может нашу волю, желание какое-то, чтобы у нас появилось, чтобы воля наша склонялась к воле Божьей. Есть наша воля, есть воля Божья. И вот этот момент, вот произволение, как пишут святые отцы, вот, что от нас зависит, вот это вот произволение, вот употребить эту силу, куда склонить этот маятник. Вот это произволение, вот склонить к Господу. И он, а он делает все остальное, он уже все сделал за нас. Взял на себя грехи наши, распялся с ними, смерть попрал. Вот это вот произволение. «Чтобы с большим удобством мог ты подвигать волю свою, во всем желать одного – угождение Богу и славы Его, потому что только это признак здравого нашего направления, сердца нашего. Единственное только угождение Богу и славы Его. «Припоминай почаще, что Он прежде разными образами почтил тебя и явил к тебе любовь свою». Ну вот это все-таки больше информации, наверное, для человека верующего или который хотя бы пытается веровать, потому что я вспоминаю себя лет… Ну и 10, ну вот 15-20 назад, и… Пораженная катарактой греха, гордыня сердца, она вообще-то ничего не воспринимала. И хотя вокруг же были люди верующие и родные даже. Он же как свинья плевал на все это. И Господь все равно терпел и ждал, когда и эта свинья повернется от своего корыта к нему. Без исповеди, причастия, заниматься этим практически бесполезно. Все-таки это дальше информация для человека верующего. Ну слушайте, либо стрельнет в сердце, если кто-то случайно. На случайности не бывает, зашел. Что Он создал тебя из ничего по образу и подобию Своему, и все другие твари сотворил на служение тебе. Царем создал Господь человека, действительно царем. Только помазанником Божьим мы можем быть именно в том случае, если благодать Духа Святого есть на нас, если мы ее стяжаем. И этим вот, помилуй Господи, вот этим елеем Духа Святого Господь нас помазывает. Тогда Господь может стать человеком, царем. Как примеры святых, Серафим Саровский, Паисий Святогорец, и многие другие святые, которым пророк Даниил в Орве, которого голодные львы не тронули звери, чувствуют Божью благодать, чувствуют, когда человек возвращается вот в это состояние царственного священства своего, и тогда у них пропадает злоба на него. Та злоба, которая появилась после грехопадения, особенно после первого убийства, когда Каин убил Авеля. Избавил тебя от рабства дьявола? Какой ценой? Ценой сына своего единородного. Ценой того, что оружие прошло в сердце Богородицы. «Послав не ангела какого, но сына своего единородного, чтобы он искупил тебя нетленную ценой злата и серебра, но бесценную кровью своей и своей смертью, самой мучительной». Бывает, что так вот по неразумию в проповедях даже бывает слышно, что он мучился так же, как и мы. Нет, не так же. Самая мучительная смерть – это была его. Несравнимы наши мучения с ним. Он понес все на себе. Показал, что надо так именно через Голгофу идти в Царствие Небесное. И прошу. И нам помогает идти этим путем. Если мы берем свой крест и идем. Смиряемся, волю отдаем Божию. Нам только произволение-то опять же дать Господу. Смириться и более мощного помощника. Да и другого помощника у нас и нет. Все остальное – обман и прелесть. После же всего этого каждый час и каждое мгновение сохраняет тебя от врагов. Сохраняет даже. Если мы не ведем эту брань, Господь нас сохраняет. Он попускает им только сделать тот предел возможного, чтобы мы спаслись. Господь не посылает нам ничего такого, чтобы мы не могли вынести с Его помощью. Ничего такого. Он попускает только то, чтобы человек вразумился. Наказание в таком добром, с любовью. Наказание с любовью – это для того, чтобы спасли, вразумелись. И борется за тебя божественной благодатью Своею. Уготовляет в питании и защищение тебя в причистых тайнах тела и кровь возлюбленного Сына Своего. Все это – знак великой чести и любви к тебе, Бога. К тебе, Бога. Без тех попыток выстроить личное общение с Богом, такие слова, как «и любви к тебе, Бога», они раньше читались просто как какое-то чтиво. Не было реального отношения, личных отношений с Господом, как с личностью. А это реально к тебе, вот к тебе, человек, вот я, это ко мне. Ты будешь считать. Это к тебе. Чести так великой, что и постигнуть нельзя, как столь великий владыка всяческих оказывает такую честь нашему ничтожеству и непотребству. Судя по всему, коликое чествование и коликое благоговейнство должны мы воздавать столь безмерному величеству, сотворившему для нас такие придивные дела. Если земным царям, благодетельствующим нам, не можем мы удержаться, чтобы не воздавать за то благодарением, прославлением, чествованием и повиновением, ну да, если кто-то из вышестоящих, начальствующих, так благосклонно вдруг, не то что посмотрит, что-то сделает для нас, то радуемся, радуемся, считаем, что мы этого достойны. То в какой безмерной мере должны все такое воздавать мы ничтожнейшее, высочайшему царю всяческих, столько нас возлюбившему и облагодетельствовавшему, что и числа тому невозможно определить. Паче же всего этого, теперь сказанного, содержи всегда в памяти, что божеское величие само по себе достойно всякого чествования, поклонения и чистосердечного служения на благоугождение Ему. Не ищи, человек, ничего, кроме покаяния. Молитва нам дана для того, чтобы просить, благодарить и славословить. Да будет воля Твоя, Господи. Аминь.